Постепенно детский сад на улице Малышева из серой стройплощадки превращается в яркий детский комплекс. По проекту он рассчитан на 350 детей. Но с помощью специальной модульной мебели и других возможностей количество мест увеличили до 420. Этот детский сад находится под пристальным ежедневным контролем, вниманием главы города Анатолия Николаевича Пахомова. Он лично проводит планёрки, он проверяет выполнение работ, запланированное на день. Кроме главы города, здесь ежедневно находится первый заместитель главы города Антон Николаевич Рыков для координации, организации всего строительного процесса. Сроки строительства практически соответствуют дорожной карте. Было некоторое отставание по вине подрядчиков. В настоящее время они задействовали весь свой потенциал, поскольку осознают значимость этого объекта для жителей посёлка. При строительстве основное требование – соблюдение ГОСТов и стандартов, которые обеспечивают качество и безопасность. На поверхности должны проходить цикл высыхания. Вот сейчас поверхности уже более-менее готовы к чистовой отделке. Они загрунтованы, пройдены откосы, пройдены все примыкания, нигде не поступает никакая влага, поставлены окна хорошие. И теперь мы начинаем уже начисто открашивать поверхности. Работы, конечно, ещё немало. В одной группе нужно окрасить примерно 400 квадратов, а всего групп в детском саду – 18. За день будут выкрашивать по 4 группы. Так, говорят, к концу недели эти работы завершатся. Потом вместо строителей зайдут плотники. Они соберут мебель, поставят всё необходимое оборудование, в том числе и пожарную сигнализацию. Пока внутри идут отделочные работы, снаружи тоже работа кипит. Делается дорога, оборудуют игровые площадки. И подрядчики, и представители администрации уверены – строительство детского сада удастся завершить в срок, и после прохождения всех согласований с инстанциями современный образовательный комплекс будет готов к приёму сочинской детворы. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.